Школьники продолжают свой трудовой сезон. Вместе с наставниками они убирают помещения, улицы и детские площадки от мусора. Кто-то хочет накопить деньги и отправиться в путешествие, кто-то заработать себе на обучение. Как прошло открытие сезона и о буднях работников-подростков расскажет моя коллега Карина Щербакова. Уже в самом разгаре вторая смена трудового сезона. Для многих школьников это их первый в жизни рабочий день. С раннего утра Лиза вместе со своими сверстниками, а теперь уже и коллегами, принялась приводить в порядок территорию детских площадок. Время на каникулах Лиза решила зря не терять и немного подзаработать себе на репетитора, чтобы практиковать английский язык. Просто так не тратить свое время. И на эти деньги я потом собираюсь нанять репетитора по английскому, чтобы уехать работать за границей. К пыльной работы ребята не боятся и к выполнению поставленных задач относятся ответственно. Каждый из них понимает, что любой труд очень важен. Да и отношение к карманным деньгам уже совсем другое. Я понимаю, что необходимо стараться очень много работать, и это не все так просто. Вместе с юными работниками за дело берутся и их наставники. Валерий Давыдов вместе с ребятами работает на благо города. Собирают бутылки, бумажки и прочий мусор. Говорит, что для школьников это хорошая мотивация и поддержка. Коллектив один, бригада одна. Ну а чем я лучше? Ребят тоже помогаю убирать. Все с ними отрабатываю положенное их время, отрабатываю вместе с ними и собираю мусор. Почему бы нет? Роль старшего наставника здесь очень важна. Инструктаж – обязательная часть трудовых будней подростков. Наша сейчас задача убрать с вами немножко территорию парка. Особо обращать внимание необходимо на турки, пачки сигарет, возможно какие-то металлические части бутылок и прочее. Все это собираем в пакеты, аккуратно ставим где-нибудь здесь. Буквально за несколько часов наш город становится чище благодаря их труду. И так каждый день в течение месяца. За это время ребята получат не только заработную плату, но и найдут новых друзей. Мне нравится здесь работать, здесь добрые, позитивные ребята, а главное – дружные. Новые знакомства, общение и отличное настроение. Время в трудовом лагере для школьников проходит насыщенно. Бездельничать лабытнамская молодежь не любит, потому что знает – трудиться – это здорово и важно. Карина Щербакова, Евгений Садыков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова